Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день вы найдёте видео с обзорами на всё, что происходит в нашей игре новостями, новыми бонус-кодами, короче говоря, всё, что необходимо танкисту для полноценной игры. Подписывайтесь на канал, для того, чтобы ничего не пропустить, и в сегодняшнем видео мы покрутим рулеточку на WZ-121GFT. Я не знаю, честно говоря, как так получилось, что данную ПТХу нивелировали полностью в виде ценности. Произошло это тогда, когда WZ-шку добавили в аукцион и поставили на неё вполне себе приемлемый ценник в 10 тысяч голды. После этого WZ-ху перестали считать уникальной машиной, до этого до WZ доступа не было, и для того, чтобы её получить, необходимо было задонатить на более чем 300 баксов. Ну, короче говоря, такой себе уничтожитель или что-то подобное. Тачка, которая была мечтой для многих ПТ-водов, но со временем она перестала быть редкостью в нашей игре. В отношении стоимости по рулетке. Полная стоимость рулетки, здесь 16 прокрутов, 17 525 золота. И я лично считаю, что это очень дорого, с учётом того, что в рулетку положили. Да и сама WZ-ха объективно стоит где-то тысяч 8,5, просто исходя из того, как она играется и что она реально может. Да, это хорошая восьмёрка, но она далеко не самая имбовая, ну и, соответственно, завышать на неё ценник смысла никакого нет. Если говорить о вероятностях выпадения, то там вероятности выпадения самые низкие идут, понятное дело, на саму машину. Он всего лишь 0,09. И в отношении легендарного внешнего вида, то камуфляж забирает на себя 0,21%. Можно сказать, что второй по вероятности выпадения с конца, но это сугубо, знаете, так вот номинально, потому что тот же самый хранитель неба имеет 0,32% выпадения, а контейнер забери их все 0,38. Я не совсем понимаю такие проценты по одной простой причине, потому что камуфляж в данную машину обойдётся вам существенно дороже, если его покупать за голду. И, соответственно, он явно должен быть с меньшим процентом, а процент выпадения на того же самого хранителя неба или на собери их все должен быть немножко выше. Ну, поставили такие проценты и, опять-таки, сугубо номинально можно сказать, что действительно внешний вид и танк, имея самые низкие проценты, скорее всего, придутся на последние прокруты. Так вот, если вы заберёте танк себе на 14 прокруте включительно, то обойдётся вам это всё удовольствие в 12725. Заберёте пару чёрных ящиков, заберёте себе мелкой дребедушки, которую в рулетку положили. Если на 15 прокруте, то уже 15275. Если говорим о 14 прокруте, то ещё куда не шло, а вот 15-16 прокрут, ну, это совсем уже бездарная трата голды, и оно того однозначно не стоит. Если говорить о других прокрутах, то в целом самые объективные нормальные прокруты по цене, это прокруты до 9 прокрута включительно. И сейчас попытаюсь объяснить, почему. Стоимость данных прокрутов, по большому счёту, не велика. Ну да, немножечко, конечно, великоват 9 прокрут, но его номинально тоже возьмём. И здесь, за эти прокруты, с высокой долей вероятности, вы получите себе несколько чёрных ящиков. Скорее всего, возьмёте себе мистик и, понятное дело, заберёте себе всё серебро. Ну, серебра здесь 300 тысяч, 3 раза по 100 и не сильно интересно. А вот в ошеншении чёрных ящиков здесь можно забрать себе какой-то голды и хотя бы частично вернуть золото, если ничего путнего отсюда не выпадет. В виде, там, допустим, не знаю, вдруг повезёт, собери их все, или из того же самого мистика, ну или мало ли, а вдруг повезёт и заберёте себе тачку. А вот всё, что идёт дороже, оно не окупает абсолютно по стоимости то, что вы заберёте. То есть, начиная с 10 прокрута, вы будете выплачивать более 1000 голды, причём существенно добавляя постоянно к каждому прокруту по цене, а забирать себе будете такие вещи, как обвес, анимированный аватар, не знаю, там, тот же самый хранитель неба. Ну, в общем, мне кажется, что дальше всё слишком дорого. Я буду крутить рулетку исключительно до 9 прокрута по двум причинам. Первое. WZ-121GFT у меня есть в ангаре, и компенсация за данную машину в данной рулетке предусмотрена серебром, что меня абсолютно не радует. Но это неудивительно, потому что машина премиумная, а не коллекционная. Ну и смысл крутить мне на основном аккаунте очень прост. Я очень сильно надеюсь, что я заберу себе чёрные ящики. Из чёрных ящиков я заберу себе ящики третьего уровня, даст бог, выпадут. И мне всего трёх ящиков не хватает для того, чтобы открыть чёрный сертификат, из которого гарантированно заберу себе тачку. Именно поэтому кручу на основе. Ну что, поехали. 150 золота. И сейчас посмотрим, повезёт или не повезёт. Будет что-то годное. Или я забираю всё-таки серебро. Нет, серебро не забираю. Забираю три раза по Х10, что в целом неплохо за такую сумму золота. При прокачке ветки может неплохо помочь. 200 золотом. 200 голдишкой. Я удивлён, что не выпало серебро, потому что там более 60% вероятность выпадения. И по факту оно должно выпадать первым, причём постоянно. 275 золотом. Дай чёрный ящик. Желательно три штучки. Не жадничай. Чёрный ящик, но один. Ну и на том большое спасибо. Сейчас посмотрим, что выпадет. Я думаю, 200. Нет, 400. И что у нас? Вот мне чисто ради банального интереса. 400 голды. Ну практически. Практически окупил то, что потратил. Нормально. Это то, ради чего в принципе стоит крутить до определённого прокрута, пока есть возможность хоть как-то окупаться. Мистический контейнер. Неужели мистический сертификат или просто свободку дашь? Да, просто даст свободку, талисманов ещё собирать и собирать. 2000 свободного опыта и сертификатики на свободочку опять-таки. Один прокрутик за 50 предусмотрен в рулетке. Самый дешёвый прокрут. Причём интересно, что рулетка начинается не с 50 голды, а со 150. И только потом 50-ка встречается. Ещё сотка серебром. И 450 золота. Что мне принесут? Ну да, ещё раз чёрный ящик. Чёрный ящик. Хорошо. Давай, родимая, не подкачай. Эх, блин, второго уровня и сотня голды. Дай третий уровень. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот то, что мне надо было. Вот то, ради чего я в принципе начинал крутить эту рулетку у себя на основе. Ещё одна часть сертификатика. И 600 голды. Вы, как видите, одного не хватает для того, чтобы чёрный талисман собрать. И, соответственно, забрать себе гарантом какую-то машину. Забираем. Забираем. Был всего один. Ну что, 575. Вот этот прокрут полностью окупается выпавшей голдой из ящика чёрного третьего уровня. Там выпало 600. И за них я забираю всего 100 серебра. Такое себе. 775. Давай. Вот оно. Вот оно. Ради чего всё начиналось. Не подкачай, родимая. Не подкачай меня. Так, второго уровня. Будет третьего уровня контейнер? Очень надо. Нет, не будет. Обманула меня в этот раз. Коробочка. Открываем вторую коробку. Нось. Нось. Ну, блин. Ну, как так? Ну, реально, под коленку сейчас ударила рулетка. Третий ящик. И... И тоже ничего. Ну, теперь я буду, я так понимаю, до... умопомрачения искать ящик третьего уровня, который будет мне постоянно не даваться. 875 голды. 875 голды. Это последний прокрут, который я собирался сделать. Делаем этот прокрутик. Все. МГ 0.8. Забираем. Дальше идти. Ну, смысла вообще никакого по большому счету нет, потому что... Шансы выпадения не так уж и велики. Есть вероятность забрать себе черный ящик. Но, скорее всего, будет не черный ящик, а, скорее всего, будет анимированный аватар. Ну, давайте рискнем. Бог с ним. Я думаю, что я не Амелею, а спонсорам огромное спасибо за то, что дают возможность снимать все новый и новый контент, пополняя копилочку с золотом, скидывая донаты. Вот вам анимированный аватар. Какая прелесть. 1375. Ну, очень, очень хочется, блин, но колется. Неужели будет хранитель неба теперь? Что у нас получается? Собери их все. 22 процента. Черный ящик 39. Почти 40 процентов. Блин, ну, ну, е-мое. Ну, ладно. Давайте еще разок. Мало ли, может, я сейчас просто за эту голду куплю себе машину из черного. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот скажите, как это работает, а? Ну, вот каким образом так получается? Каким образом получается так, что получаешь не то, зачем ты идешь. Ну, чувствует игра. Чувствует, что тебе надо и не дает тебе это. Просто не дает. Забираем. Забираем. Больше собери их все. Нет. И что у нас по шансам? У нас по шансам теперь черный ящик с вероятностью целых 44. Это практически половина от шансов. И хранитель неба 22 процента. Делаем ставки, господа. Я в минусе на, грубо говоря, там 3400 золотом. 3400. Стоит оно того или нет? И еще будет 1800. Ладно. Рисковать так рисковать. Говорил, что остановлюсь до 1000. Ребят, не беритесь, приняя пример однозначно. Не надо. Если поставили себе какую-то границу, не нарушайте ее. Будьте более сдержанными, нежели я. Ну все. Наконец-то. Забираем. Забираем. Собрали. Собрали черный сертификат. И теперь давайте делать ставки. Что я отсюда получу? Вообще, в целом, меня отсюда интересует исключительно колебан. И если повезет, то TL7120. Все остальное интересует крайне мало, именно в виде машин. Но в любом случае, чтобы мне отсюда не выпало из того, что имеется кроме проги, я получаю компенсацию голдой. И это очень круто. А вот за колебана, компенсации не будет, но нужен колебан, Химеру почему-то оставили в виде машины премиумной по компенсации. Ладно, напишем разработчикам, пусть поправят. Выходим. Ну и давайте будем открывать. Открываем. Дай колебана. Дай колебана мне. Нет, не колебан. WZ114. И получаю компенсацию за эту машину. И получается, что выхожу таким образом в плюс. Но это исключительно я. Вам не обязательно, что получится точно так же. У меня просто не хватало несколько частей на черный талисман. Поэтому у меня, в принципе, окуп и пошел. Так остался бы в минусе. Открываем последний контейнер. Что у нас здесь? И здесь у нас 400 золота. Максимальная награда из контейнера первого уровня. Контейнер выше не выпадает. На этом для меня рулетка заканчивается. Я поднялся немножечко. Немножечко выше, нежели то, с чего я стартовал. И можно сказать, что просто потоптался на месте. Ну, окей, хорошо. Получил свободку. Получил иксы. А так, в целом, ничего ценного. Ладно. Бок с ней и с рулеткой. Шансы, я думаю, плюс-минус вы поняли. И, думаю, понимаете, что если вы хотите забрать себе ВЗ-ху, то вам необходимо быть готовым и идти ва-банк. Ну, а теперь в отношении со мной ВЗ. Что такое ВЗ и с чем ее едят? Едят ее многие, потому что машина не настолько прям крутая, чтобы ее никто не выносил в ангар. Но при этом стоит отметить, что машина имеет неплохую приведенную броню. В отношении характеристик по орудию. Классно все взвешено, все хорошо. 3-4 десяток секунды время сведения, с которым играется, вполне себе комфортно. Разброс я бы сделал немножечко меньше, для того, чтобы она, ну, немножечко получше имбовала. Все-таки, как имбу ее рисовали постоянно. В отношении ДПМа он вполне себе реализуем. Если находиться на средних расстояниях от соперников и работать вместе со своими союзниками, то набивать будете вполне спокойно по 2,5-3 тысячи урона. В отношении времени перезарядки комфортное классное 8,5 секунд. По пробитию вполне себе достаточно для восьмерки 248 миллиметров. И в отношении урона разового 400 единиц вполне себе приемлемый показатель для уровня. Но что меня смущает, что почему-то здесь значится, что это орудие танка 10 уровня. В чем эта десятка проявляется, я не понимаю. Просто, наверное, для красоты в свое время навесили. Для того, чтобы показать, что, мол, типа, орудие здесь самое крутое. Именно поэтому ВЗ-ху мы никому не даем в прямом нормальном доступе. Угол склонения орудия вниз минус 6. Это действительно дискомфортный угол орудия по склонению вниз. И, соответственно, играть где-то от неровностей безумно неудобно. Потанковать где-то от каких-то холмов. Ну, может быть, и получится. Но далеко не на всех. И здесь, да, действительно, как я говорил, очень хорошая приведенка в верхнем этом бронелисте, который перекрывает полностью всю переднюю часть. И когда вы играете от какого-то небольшого холмика, то здесь приведенки достаточно, чтобы вас, ну, хотя бы базовыми снарядами уж точно не пробивали. А иногда даже голда не проходит. Ну что, берем ВЗ-ху и поехали посмотрим, на что она реально способна. Итак, ребят, погнали. Давайте попытаемся машину заценить. Сейчас посмотрим, кто куда поедет. Скорее всего, поедем вместе с тяжелыми танками для того, чтобы развалить одного, который, возможно, приедет на точку С. А если нет, то тогда с этой стороны карты я смогу по ПТ-шить по соперникам на том конце карты, поработать на точку А. В отношении подвижности ПТ-ха очень приятная, очень классная. Она действительно может быстро занимать необходимую вам позицию. Ну и, соответственно, в этом огромный плюс данной тачки. Что могу сказать в отношении орудия? Орудие приятное, комфортное, в нарекании каких-то особых не вызывает. Не обращая внимания на слабый угол склонения орудия вниз и привыкнув к нему, играть будет вполне себе комфортно. В целом ПТ-ху считаю удачной. Абсолютно удачной. И, безусловно, легендарность этой машины, она была связана с тем, что ее не предоставляли игрокам в нормальном доступе. То есть она не выходила на продажу. Она могла, может быть, с каким-то там минимальным процентом по вероятности выпасть из какого-то контейнера, но не более того. То есть дождаться ее на продаже просто в магазине было нереально. Именно поэтому многие об этой машине мечтали. Запретный плод сладок. И, соответственно, все пытались где-то как-то ее себе заиметь. Ну а когда появлялась возможность проходить какие-то донатные ивенты, то, соответственно, закидывали бабла для того, чтобы машину себе забрать. Но забирали эту машину, как я уже говорил, как вы понимаете, ну только самые деньгастые, я бы так их назвал, игроки. Потому что задонатить 300 баксов в донатную линейку для того, чтобы покупать наборы с золотом, да, золото, понятное дело, добавлялось в копилку, то есть там не все уходило на саму ВЗХу. Часть денег, причем добрая часть денег, отседала в виде золота на счету. Но все равно найти свободных 320, по-моему, долларов на то, чтобы на голду задонатить, чтобы еще и ВЗХу получить, ну надо действительно иметь для этого финансовые возможности. Именно поэтому ВЗХ было очень мало. А после аукциона их разобрали вполне спокойно, причем неспешно разобрали, на удивление. Ее не расхватывали прям как пирожки в голодный год, ее просто спокойно брали. Когда я делал обзор на данную машину, играя на пресс-аккаунте, когда он у меня появился, а ВЗХ была одна из первых машин, на которой я сделал обзор, получив пресс-аккаунт, ну, сами понимаете, когда получаешь возможность снимать видео на аккаунте, где есть все машины, какие только можно себе представить, понятное дело, в первую очередь, хотелось заснять обзоры именно на те машины, которых очень мало, которых редко встретишь. Ну и, соответственно, она была одна из первых. И я сразу для себя понял, поиграв на данной тачке, что это не имба. Ну, реально, объективно, не имба. Это просто хорошая, хорошо сбалансированная ПТ-ха. Да, с неплохой приведенной броней, но в то же время далека от идеала. И если сравнивать ВЗХ объективно с другими ПТ-шками на уровне, то я бы сказал, что она не на голову выше, а где-то там на полсантиметра, сантиметр максимум. И то все зависит от боя. В данном бою я сделал все, что мог. К сожалению, союзники были не настолько хороши, как хотелось бы. И у меня, соответственно, тоже маловаты результаты. Ни в коем случае не снимаю с себя вины за какие-то ошибки, которые я допустил в этом бою. Ну, просто потому что я не идеальный танкист. И понимаю, что во мне тоже есть огромное количество недочетов. Но, в то же время, если бы ребята сыграли немножечко, немножечко получше и пожили немножечко подольше, то я бы смог нормально ПТ-шить. Ну и, соответственно, смог бы нормально урона набить, сделать бы несколько фрагов. И, как вы видели, шансы для этого были абсолютные. Единственное, что реализовать эти возможности не получилось. Стоит ли ВЗХ от того, чтобы хотеть ее к себе в ангар? Да, безусловно, стоит. И если бы танк появился на продаже, допустим, за 8,5 тысяч голды просто в магазине, то я бы сказал, ребят, покупайте, машина классная, хорошая, и даже можно брать ее за 8,5 в голом состоянии. А вот в отношении того, стоит ли крутить рулетку до конца, я думаю, вы понимаете, что 17,5 тысяч, даже со всем, что там есть, ну, навряд ли машина стоит. В общем, принимайте взвешенные решения в отношении того, куда тратить свое золото, уж тем более свои реальные деньги, мое дело показать. В данном случае ПТ-шку такой, какая она есть на самом деле, и пойти снимать для вас следующее видео. С вас, надеюсь, на лайкосик, подписку на канал и прожатый колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok